Величину прожиточного минимума намерены пересмотреть в Казахстане. В Министерстве труда уже прорабатывают механизмы, за счет которых изменится минимальный размер пенсий. Когда же казахстанцы смогут повысить свои доходы и перешагнуть через черту бедности, узнавала моя коллега Адина Смогулова. Адина, как обстоят дела с доходами населения? Аскар, сегодня 5% трудоспособного населения Казахстана имеет минимальный доход. Такие данные озвучила сенатор Динар Нуркитаева. Простыми словами, более полутора миллионов казахстанцев живут менее чем на 36 тысяч тенге в месяц. Практически за чертой бедности. И этих денег едва хватает на продукты, не говоря уже о других базовых потребностях. Немногим лучше ситуация у тех, кто называет себя фрилансером, либо открыл свой маленький бизнес. Самозанятых по стране 2 миллиона человек. Более половины из них ежемесячно зарабатывает в среднем 70-80 тысяч тенге. Для улучшения финансового состояния населения в Министерстве труда разрабатывают новые методики расчета выплат, за счет которых, по словам депутатов, автоматически повысятся и размеры минимальных пенсий. Правда, насколько народные избранники точных цифр не называют. Между тем, мы решили спросить у пенсионеров, какие выплаты они считают разумными. У пенсионеров мало забот. Продукты купить, коммуналку оплатить. Ну и хочется еще, конечно, куда-нибудь в санаторий сходить. Для этого мне нужно как минимум 150 тысяч. В районе 300, наверное. Это средний. Хотя бы 10-20 процентов повысится. Насколько повысится размер минимальных пенсий, станет известно уже в ближайшие месяцы, говорят ведомстве. А в нацбанке уже уточняют бюджет. По словам экономистов, резервы в стране имеются. Собираемость налогов хорошая. Мы видим, что на международном рынке цена нефти хорошая. Это наш главный экспортный товар. Выручку мы получаем валютную оттуда. Соответственно, можно говорить, что у государства есть резервы. По итогам совместной работы будет создан оперативный штаб. В него войдут также депутаты, которые могут внести свои предложения. Одина Смогулова, Думан Сулейменов, Информбюро.